Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется повышенной напряжённостью на настоящий момент указом главы Республики Саха-Якутия Сын Сергеевичем Николаевым в целях обеспечения безопасности здоровья граждан на территории Республики продлён режим повышенной готовности до 31 октября 2021 года, в связи с чем сохраняется ряд тех ограничений, которые были установлены на территории Республики, прежде всего, базовым ограничением является сохранение социальной дистанции и соблюдение масочного режима. С точки зрения санитарно-эпидемиологической ситуации мы находимся на пороге, вернее, мы находимся в состоянии заболевания как по коронавирусу, так и в состоянии заболевания по гриппу. На настоящий момент 220 новых случаев COVID, новой коронавирусной инфекции. По данным управления Роспотребнадзора, зарегистрировано за последние текущие сутки, половина из которых, 125 случаев, приходится на столицу нашей Республики, город Якутск. С вещами особо обращаем внимание на непосредственную ситуацию, которая происходит в торговых центрах, в местах массового скопления граждан, на территории, в том числе, города Якутска. Необходимо обратить внимание на те ограничения, которые остаются и действуют в соответствии с указом главы Республики, связанные с ненахождением несовершеннолетних детей в различного рода учреждениях, в различного рода местах массового скопления. Сложная остаётся ситуация вдруг в двух южных районах Республики, в Нюрненгринском и Хангаласском Улусе. Необходимо обратить внимание, что в Нюрненгринском Улусе сегодня характеризуется 10 новыми случаями, в Хангаласском – 9 новых случаев. Аналогичная практически ситуация имеется в Мегино-Хангаласском, Татинском и Чуропчинском Улусе, где зарегистрировано, по данным управления Роспотребнадзора, 8 новых случаев. Необходимо обратить внимание, что Татинский, Чуропчинский и Намский Улусы, где продолжает фиксация и увеличение количества случаев, характеризуется также и низким уровнем вакцинации. И, соответственно, на настоящий момент это и позволяет, этот низкий уровень и темпы вакцинации позволяют достаточно серьёзно развиваться заболеванию и, соответственно, и самому вирусу как таковому. В Вилюйской группе Улусов продолжается соответствующий рост заболеваний, пока они не вышли на стабилизацию. Соответствующих 7 случаев там зарегистрировано. Имеется соответствующий случай в Ленском Улусе 6, от Валданском и Верхнем Юльском по 5 случаев. От 1 до 5 случаев ещё зарегистрировано в 9 районах республики. Необходимо обратить внимание, что фиксация сегодня 1-2 случая приводит, так как основные очаги являются семейными очагами. Семьи, большинство из наших семей, это большие семьи. И, соответственно, эти 1-2 случая через некоторое время становятся в более увеличенной цифре. Наиболее сложная сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вилюйском, Верхоянском, Намском, Татинском, Хангаласском и Чурабчинских Улусах. На настоящий момент в тяжёлом состоянии в республике находятся 165 пациентов. Из них 30 находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. И главное, о чём мы сегодня говорим, это то, что из 165 пациентов в тяжёлом состоянии 164 не вакцинированы. Данная ситуация показывает, и данный анализ показывает, что вакцинирование является тем способом и той формой, которая позволит нам прежде всего не давать возможности вирусу поражать организм полностью. На 4 октября 2025 года в республике Саха-Якутия достаточно вакцины от новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что мы идём, прежде всего, к наличию коллективного иммунитета. И сегодня почти 353 841 человек получили первую дозу вакцины. Это лишь только начало вакцинации. Вторую вакцинацию у нас получилось 332 722 человека. Мы приступили к ревакцинации. Ревакцинировано 12 516 человек. На настоящий момент способом защиты детей, в том числе от новой коронавирусной инфекции, является снятие тех моментов, которые связаны с возможным заболеванием их гриппа. Поэтому обращаем внимание на необходимость вакцинации от гриппа. Обращаюсь к руководителям организации. В соответствии с указом главы республики Саха-Якутия номер 2070 30 сентября, не менее 50% работников должны быть переведены на дистанционную форму работы, те, которые не вошли в постановление главного санитарного врача по республике Саха-Якутия. Рекомендуем перевод беременных без учета срока беременности на дистанционную форму работы. Министерством здравоохранения совместно с управлением Роспотребнадзора приняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность и быстрое лечение беременных. Тем не менее, необходимо обратить внимание, что на настоящий момент, тогда, когда у нас обращаются беременные с диагнозом ковид, их окружение, родственники, их близкое окружение, соответственно, значит, их коллективы, очень многие не являются вакцинированным, что сегодня и приводит достаточно к тяжелой ситуации. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, в республике есть доступная вакцина. Давайте все вместе сделаем так, чтобы быстрее избежать ситуацию, возникшую на настоящий момент. Вопросы, возникающие по вакцинации, по лекарственному обеспечению, вопросы по наличию коечного фонда находятся на ежедневном мониторинге и, соответственно, при возникновении них отслеживаются все поступающие заявления и принимаются меры. Спасибо.